Здравствуйте, меня зовут Медведев Евгений, наш сайт redpower.su, собственная компания Red Power. Вот мы установили образец на Chevrolet Cruze 2013 года и выше, который сейчас в магнитолке идут. И эта магнитола, как она называется, я забыл, 54 по-моему, она должна подходить на все комплектации, включая богатые. Но людям с богатой комплектацией машину покупают, а навигация оригинальная никакая, поэтому возникает вопрос, может ли поменять. Ну и на более низкие комплектации, соответственно, тоже можно также заменить. А как меню пользоваться я рассказывать не буду, покажу детали, собственно, это образец, скажу, что мы тут изменили, чтобы все стало штатно. В принципе, ничего сложного, но все равно будет небольшой репорт на фабрику. Итак, снимается вот эта рамка, она легко, да, по-моему, лопатками двумя чик-чик-чик снимается. Вот эта башка крепится на четырех болтах и сверху бардачок тоже крепится на четырех болтах. Вот так вот сюда кладем ваши перчаточки, если они у вас есть, или варежки. Так, проверяем, крутилки крутятся, воздуховоды двигаются, соответственно, здесь тоже. Воздуховоды переставляются с предыдущей рамочки, с родной. Ага, спасибо. Так, ну, у нас был тут небольшой косячок, форма, вот она идет вот так вот углами, вот здесь. Пришлось там на внутренней стороне пластик сделать два запила, с этой и с этой стороны. И кнопку бардачка, если она у вас не открывается, посмотрите внимательно, там наждачкой потерли, полмиллиметра буквально нужно было убрать. Ну, я думаю, что мы там технологическую дырку сделаем. И, возможно, вот здесь на внутреннем пластике тоже подправим. Ну, в принципе, можно, если что, и точнуть, да? Ну, не так страшно. Ну, количество пропила там, сантиметра полтора всего, внутренней части, которую не видно. Ну, главное, чтобы не видно было, да. Да, вот вы смотрите, все, я осматриваю, чики-чики, чики-буки, кули-пяки. Так, теперь по башке, смотрите, заборная температура отображается сверху, вот видите, да, аут темперча минус один. Навигация, интернет стоит, вот эти все кнопочки управления магнитолой сохраняются. Дальше климат, вот я начинаю крутить крутилку, видите, да? Вот у вас все там. Сейчас понажимаю, кнопки тут разные. Обогрев, полностью все видно, все значения работают. Температура также заборная, это в салоне. Ну, понажимали, у вас все вернулось назад. Дальше, кнопки на руле сохраняются. Я добавил громкость, убавил, соответственно, радио, это радио играет, да? Треки переключаем, ну, станции. Корректно срабатывание и мьют работает. То есть все кнопочки на руле работают? Да, подключение пин-то-пин, там колодка крузовская не изменилась, ничего страшного. Так, мартышок открывается, антенну мы вывели туда, к стеклу, да? Под пластик, да? Под пластик, да? Под пластик. Положено, чтобы видело небо. Да, ну, по звуку сейчас посмотрим. Так, вот клиентоз что-то накрутил, мы менять не будем. Ну, конечно, плосковатая машина, в эту машину шумку бы надо, да? Ну, звук в целом очень приличный. Ну, я бы динамики поменял бы, вот, потому что мы нашему сотруднику ставили карпат, там, через рамочку. Уже объективно проверено сотню раз, что играет классно, но все равно недостаточно. Да, да и штатно-классная машина. Для любителей звука, конечно, надо шумить и динамики менять. Кирпичная машина. О, басик есть. Современные инженерные технологии, панорамные виды языка. Пещалки у них идут не очень, да? Пещалки слабоваты, но... А может, подожди, может клиенток нас проходит? Не, но в целом тут очень прилично. Во, во. О, моя любимая песня. Вот это хорошо играет. Ну, опять-таки, надо учесть, что UPM у нас все-таки не всегда. Ну, что-то, да, всегда нормально музыку качает, как радио-рекорд. Ну, да, прием стабильно радио у нас RedPower'а отличная на 120-й серии. Да, очень хорошая, да. Да, и дальше, что многие клиенты просят. Вот, смотрите, я выключил, заглушил, да, слышу. Климат продолжает работать. Магнитола работает до тех пор, пока вы не откроете дверь. Я сейчас выключаю, открываю дверь, магнитола гаснет, и мы с вами на этом-то, собственно, и прощаемся. Спасибо, с вами был я, Медведев Евгений. Все, выключилось. Да, X-Bran 8 дюймов, два слота под карточки. Ну, собственно, ни гвоздя, ни жезлах. Аппарат, в принципе, за эти деньги очень даже достойный. Надо еще отметить, что вот у данной модели расположение экрана внизу, и меньше блик идет. Не, ну, видно, сегодня погода такая хорошая. Сотрана вся вижу, но при включении видите. Яркость экрана все слегка вытягивает. Ну, конечно, хорошо, что экран 8 дюймов поставили. В принципе, если выбирать между 7 дюймами, и там чуть-чуть снутри пластика не подпилить, и между 8, я бы выбрал, наверное, 8. Да, потому что все-таки большой дисплей, на дороге удобнее видно, навигация, это вообще гораздо приятнее. Ну, конечно, чем щурится, лучше нормально все видно было. А эти все доработки, они внешне не отображаются никоим образом. Все, спасибо, до свидания. Продолжение следует...